На дворе просто 21 век, а мы до сих пор с бочками. У ворот дома каждого жителя Утёсного стоят бочки для воды. Привозят её три раза в неделю из города. Наполняют ёмкости согласно приобретённым талонам. Сколько купить литров воды, каждая семья решает индивидуально и заключает договор с предприятием «Уссурийск водоканал». Не важно, сколько оно обходится. Важно, что это страшно неудобно. Получается, вот они в бочке. В бочке привозят воду. Потом воду приходится переливать наверх. Вот у меня наверху стоит расходная ёмкость. В таком положении всё село. Вода, поступающая из скважин, пригодна только для технических нужд. Пить её нельзя. Много железа. Уже много лет жители Утёсного мечтают о централизованном водопроводе. Им его обещают. И даже внесли село в план работ. В рамках подпрограммы «Чистая вода Приморского края» на 2013-2017 год государственной программы Приморского края обеспечения доступного жилья и качественных услуг ЖКХ населения Приморского края на 2013-2017 год. Строительство данного объекта по этой программе планируется на 2014 год. Однако строительство водопровода находится под вопросом. Территория села – часть археологического памятника федерального значения Краснояровское городище. Это самый крупный в России памятник эпохи Джиурджений. Открыли его в 1864 году. То есть задолго до появления села. Поскольку в те времена ещё не было законодательства по охране объектов культурного наследия, то в принципе село в те времена довоенные спокойно развивалось. Впервые в нашей стране закон об охране памятников истории культуры был принят в 1976 году. Тогда же этот памятник сразу стал таким важным, значимым памятником. В принципе, всё время он являлся федеральным памятником. Сейчас, чтобы в село провели водопровод, нужно провести необходимые процедуры. Они прописаны в федеральном законе. Процесс этот небыстрый, говорят в администрации округа. И заключение о строительстве и сроках могут дать лишь учёные-археологи. Наталья Зайцева, Анна Маринец, Николай Фарафонов и Александр Анисимов. Телемикс.